Доброго времени суток любителям ножей и ножевой тематики. Хочу снять на камеру ТО ножа, это нож реплика на МБШ, 95 модель Т-узор Титан, клиночек D2. Подшипники изначально китайцами ставились ролики. Повторюсь, ножу полтора года, проходил нож полгода. Мне один человек говорит, ролики как бы хуже, чем двухрядные шарики. В ролики попадает больше пыли, они начинают там скрипеть, тормозить. Поставь шарики, шариками будет песня. В принципе поставил шарики. Да, вроде бы флиповать нож лучше, стал меньше хруста, если попадает нож в пыль и так далее. Но сомнения, не накатались ли здесь дорожки от шариков, это раз. Два. И насколько износ произошел в осевом узле и в Титане, поскольку в этом ноже еще нету шайб стальных, по которым бегают подшипники. Это первые модельки, первые из выпусков реплик. Сейчас разберу, посмотрю. Нож на кармане где-то полтора года. Ну, год вот с двухрядными подшипниками шариковыми. Посмотрю как чего, буду перематывать, чтобы вам не занимать ваше время. Так, ну, начнем разбирать. Вот такая чудесная отверточка, китайская, двухсторонняя, как раз адаптирована под разборку вот таких ножиков. Так, еще шайбочки заполирую. Полирую низ клипсы. Сейчас покажу сразу. Я, в принципе, полировал, но хотелось бы еще заполировать, потому что все-таки карман в джинсах трет. Вот. Обработал надфилем алмазным, скруглил. Здесь были такие прямо углы. Закруглил их. Ну, вот хочу эту пяточку полирнуть для того, чтобы она еще, скажем так, была меньше цеплялась за карман в штанах и было более легкое извлечение ножика. Так, ну, теперь разбираем сам клиночек. Сейчас, снимите мячу. Чего еще? Захотелось мне его разобрать, поскольку появился небольшой люфт. То есть, когда фрейм отпускаешь и клиночек туда-сюда тянешь, ну, как бы хоть сейчас даже и люфта нет. Да, я его садил на фиксатор резьбы красивой на вот такой манольчик синий. Мне нравится. Тоже знакомый порекомендовал. Это не реклама. Просто неплохая вещь. Так, разбираем. Так, это пошло. Ну, осевой я так не отожму. Отжимать его надо по-хитрому, как учил нас Руслан. Не кисло зажатый. Очень даже не кисло. Сейчас поставлю на паузу. Пойду возьму другую тверточку. Продолжаем. Взял другую тверточку. Да. Круто. Круто. Круто зажал я. На осевом вот такие вот получаются вещи. Сейчас будем по-другому делать. Сейчас попробуем погреть. Тоже не буду вам показывать. Буду греть осевой и откручивать, пытаться. Потом, когда разберу, покажу. Вот еще попытка вторая. По-другому. И вроде бы пошло. Да, пошел. Просто не под ту руку. Пошел. Пошел ли. Да, вроде бы пошел. Да, пошел, пошел. Аж горячий ствол осевой. Прикольно. Так. Нормально. Все. Наконец-то. Так. Этот нож не разбирался год. Ну, мылся. Мыл его просто водой. Узел осевой. Даже немножко порезался. Осевой узел продувал ВДшкой. После чего смазывал, да, без заморочек, обычным вот таким маслом. Как бы мне оно понравилось. Ну, что ж. Смотрим, что у нас тут получается. Так. Все-то как-то прикипело. Вот. Так. Сейчас разберу. Все помою, покажу. Так. Ну, а теперь макро. Это вот осевой, но он, в принципе, не износился, как по мне. О. Сейчас покажу, что с подшипничками. Вот такие вот красивые подшипнички получаются. Сейчас ближе покажу. О. О. Это двухрядные. Керамические. Керамические. Ну, обделанные они, конечно. Конкретно закаканные. Сам клиночек. Вот. Какое состояние. Сами видите. Вот. И теперь сами флашки, лайнера. Боночка. Вот. 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 Вот так, вот. Здесь я сухарь обпилиал, потому что у меня была проблема с этим ножом, но она и осталась как бы. Сухарь очень сильно прижимался к клиночку И шарик очень слабо заходил в сам клиночек Оттого получался флип очень ранний Боролся-боролся, ничего я с этим не поборол Потому что в первых версиях шарик был вмонтирован, как видно, в сам фрейм И его нельзя никак вытащить, чтобы поднять выше, чтобы клинок сорвался в флип позже Здесь просто снимается пяточка В новых версиях уже шарик находится в пятке В пятке отверстие, то есть можно вытолкать шарик из отверстия Потом его посадить чуть выше И будет вам счастье, флип будет бомба Ну, этого у меня не сложилось с этим версией Так, ну что, я все мою, ставлю на паузу Потом показываю близко опять, как что дорожки Продолжаем Ну вот, все детали я помыл Мыл ВД-40 Очень легко все отмывается, нормально Значит, смотрим Что тут С посадкой подшипников происходит Сейчас, наверное, по одному покажу Здесь есть просто накатка дорожков от шарика Но именно ям таких вот дорог конкретных нет Есть следы от того, что шарики, подшипник ходил по титану Но ям вот именно нет Ну, доказать вам как бы нельзя Но я пробовал Пробовал проводить, допустим, иголочкой По вот этой поверхности Ничто не цепляется Там нету как бы углублений Да, возможно, пока еще дорожки очень мелкие Их я не увижу и не почувствую Так, не спорю Конечно, титаны это не стальная шайба Но критичных, очень критичных таких выработок Я не вижу То есть, я ожидал гораздо хуже Ну, мне говорили, что титан, в принципе, там по твердости Вот он должен быть где-то порядка 58 Плюс-минус по Rockwell Что достаточно для того, чтобы подшипники ходили по этих поверхностях Подшипники крутятся там не с большущей скоростью Не так далее То есть, там должен выносить эти нагрузки нормально На клиночке вообще как бы ничего нет Да, есть следы Но это больше похоже на царапины Вот видите, какую канавку проделал керамический шарик В клиночке А подшипники Совсем ничего не сделали, скажем так На том же клиночке Так, ну теперь я сейчас буду Полировать Саму клипсочку тоже И винтики Тоже, как бы, этого вам тоже не надо Ставим на паузу Ну что ж, будем теперь собирать Все то, что помыли Заполировали Значит Заполировал я клипсочку Вот так Теперь будет Еще более комфортный Выниматься Из карманчика Какие, как бы, мои итоги Мое мнение Можно доверять качеству Таким вот ножикам Даже без шайбочек Они довольно-таки Нормально себя чувствуют Попробую поставить Все-таки ролики Как бы, почему бы нет Я их Относил Полгода Вот Ну, хочу их поставить Посмотреть Что через год Будет С дорожками Выравниваться Как-то они там Или Загнуться Ножик каждый день В эксплуатации Ну, в основном Это городская эксплуатация То есть Пикники Но Не столь часто Как бы Я им что-то режу В песке И так далее Сколько для этого есть Не фолдеры А фиксы Нормально себя ведет Еще Подправлю Немножко Саму Кромочку Здесь На Арканзасе Немножко Уже Подблескует Вот Я думаю Ножик останется В кармане У меня Дальше Хорошо Собираю Тоже Как бы Поставлю на паузу Тут Ничего такого Интересного Просто Поставлю Подшипники Ролики Так Продолжение следует Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну вот Поставили на фиксатор резьбы На Манольчик Сейчас я Не буду этим ножиком Пользоваться Как бы активно Где-то часика три Вот Чтобы Манольчик Зафиксировал Все Ну После этого Уже будем Его активно Юзать Сейчас клипсачку Прикручу Вот Клиночек После этих Манипуляций Перетурбаций Остался По центру Сейчас Покажу Шумность Как-то ушла Флип Такой Не такой Звонкий Как был Как-то Те подшипники Как-то аж Шелестели Когда Флиповал Ножик А это Тихенько Так Вообще Ну не буду Его Дергать Чтобы Осевой Там Прихватился Люфта Люфта Нет Все Пусть Как-бы Манольчик Заживает Затвердевает Сейчас Клипсачку Прикрутим И будет Ножик Уже В готовности Так Ну вот Манольчик нам Нужен был И обычно Масло Для Швейных Машинок А ну и Естественно ВД-40 Куда же без него Все три вещи Которые Очень и очень Любителям ножей Всегда помогают Ну все Теперь Будем ждать Пока Зафиксируется Фиксатор И будем Отправлять Ножик В карман Спасибо Всем Кто смотрел Если что Понравилось Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь Счастливо Всем удачи